Славься, славься ты, Русская! Славься ты, Русская, наша земля! Забудет победить веков всегда, Любимая наша родная страна! Так что же нас с вами связывает? Что нас делает единым народом, единой нацией? Любую нацию, в том числе и Русскую, характеризует совокупность признаков. Я подчеркиваю это слово, совокупность. Первое – это родовая основа, генетика – мама, папа, бабушка, дедушка, родословные. Далее – язык, родной, как средство хранения знаний, средство передачи знаний и средство общения, коммуникации. Далее – национальная культура, которая начинается с семьи. С чего начинается родина? С картинки в родном букваре, с хороших и верных товарищей, живущих в соседнем дворе. А может, она начинается с той песни, что пела нам мать. С того, что в любых испытаниях у нас никому не отнять. Вот этот национальный мир начинается с голоса матери, с языка матери и с интонации матери. Это и есть культура. Далее – религия традиционная. Но это очень сложный вопрос, потому что у нас господствующая, преобладающая культура православная, но есть и древняя, более древняя, ведическая традиция. Как они приплетаются? А для некоторых народов России, которые мы не можем отрицать, традиционные культуры другие, как, например, ислам. Они формируют личность. Поэтому, например, религия не может быть первостепенной. Допустим, православный китаец не является русским. А эфиоп православный тоже не является русским. Общность, территории, малая родина, землячество, отечество, империя, государственный союз. Следующая иерархия. Далее – это уже признаки. Социальные – предназначение к партии, к группе и так далее, и так далее, и прочие связи, которые влияют. Но в пятую, шестую, седьмую степень. Поэтому, конечно, вот эту иерархию я бы учитывал. Например, очень важен также фактор самоидентификации. Как человек сам себя определяет? Вы русский? Да. И, конечно, я русский. А иногда спрашивают раньше, особенно в советское время. Я помню, я доклад делал о русской открытии Америки. Когда прочитали, залахнул просто. У нас Колумба открыла Америку. А как может быть русская открытия Америки? А я всего лишь рассказал о колумбах российских, которые открывали Аляску и так далее, Берингово море. То есть тогда это было как бомба. И люди не сосы, мы говорили, мы советские люди. Поэтому то, как себя человек идентифицирует, это очень важно. Эволюция, развитие. Человек меняется всю жизнь и остается самим собой, своей личностью. Вот это и есть диалектика, которую мы должны понять. Нормальный человек развивается? Не, нормальный отстает в своем развитии. Очень важно, это иерархия признаков, закономерный, оптимальный порядок. Например, как я говорил, на месте пребывания субъекта. Вот русский человек в Америке, особо первое поколение мигрантов, или в Париже, это русский. А, допустим, если человек находится даже на территории России, но не имеет вот этих основных генетических воспитательных языков, он может паспорт иметь любой. Цена, так сказать, паспорта недорогая. Вот это очень сложные вопросы, которые сейчас у нас решаются на политическом уровне, они, конечно, болезненные. Но мы будем подходить, конечно, строго научно, доброжелательно, не как фашисты, а как доброжелательные исследователи, чтобы понять, наконец, что такое русский мир, что такое русский народ. Поэтому, вопреки теориям экономического и географического детальминизма, именно кровь, генетика, в совокупности с другими родовыми признаками, является первичным фактором этногенеза, а не почва, не территория и не классовый строй. Исторически и фактически русский народ является не только главным субъектом национальной истории, он является основой, ядром и стержнем России, государству, образующим этносом. Без русского народа, без нашего языка, нашей культуры, религии Россия немыслима. Это понимали не только наши друзья, но и даже наши враги всегда. Вся совокупность объективных качеств и субъективных характеристик русского мира, развивающихся по спирали вокруг исторической оси времени, сплетается в единую судьбу России. Всех нас соединяет противоречивая, таинственная, великая и драматичная судьба России. Итак, я излагаю теперь основные теоретические проблемы. Когда мы говорим о родине, общество, родина, журнал родина, не надо забывать, что это не только место нашего рождения, не только родная земля, но также отечество. То есть то, что создавалось и завоевывалось нашими отцами. Как назывались княжества, которые передавались по наследию? Вотчинами. Почему княжеств были десятки, даже более сотен было? Это не была феодальная раздробленность, как сказал Карл Маркс. Это были вотчины, наследие предков. И эти вотчины, завоевания, иногда драматичные, иногда кровавые, были освящены славными подвигами наших предков. Фатерланд, говорят немцы. Патрия, говорят итальянцы. А мы говорим родина и отечество. И оба слова нам милы. Деятельная любовь к родине основывается на родолюбии. Родолюбие это не религия. А это этика. Она основана на почитании предков на всем историческом пути. Независимо от господствующей в тот или иной период идеологии. Родолюб противоположен нигилисту. Критически, или критикански, более правильно сказать, отрицающему прошлое. Царское прошлое, советское прошлое, христианское прошлое, языческое прошлое. Ему все равно. Он говорит, мне неинтересно. Он критикан, он нигилист. Родолюб исследует русский мир родной, познает и осваивает его, а не судит и не судачит. Не судите и не судимы будете. Благодаря родолюбию прошлое становится не только логичным, но и актуальным. Наследие предков приобретает статус насущного и бесценного. Оно есть настоящее с большой буквы. Для меня русское прошлое есть мое настоящее, подлинное, истинное. Родовое наследие становится смысловым стержнем, внутренним светом, маяком в буре современного хаоса. Как говорил мой учитель, ну интеллектуальный учитель, не прям, Алексей Федорович Лосев. Кто вы? Вы никто. Вы даже не точки на одной линии. Вы точки, рассыпанные в хаотическом пространстве. Единый народ, это линия, это вектор, это то, о чем я постоянно сегодня говорю. А когда люди, атомы, что происходит, когда атомы распадаются с организмом? Организм умирает. Это первое, правозвестник смерти. Атомизация есть смерть тела. Так, если территорию России, как современной, так и исторической, можно измерить с точностью до километра и даже метра с помощью современной спутниковой техники, то границы и горизонты исторической перспективы ускользают от точного описания. Я с этим сталкивался неоднократно и продолжаю сталкиваться. Об этом мы очень подробно, ну подробно говорю на первой лекции. Мы хорошо знаем, что история русского мира началась не в 91-м, не в 17-м году. И она не началась в эпоху Петра I, ну до крещения тоже была Русь. А где же те истоки русского мира и наши давние прародины? Вот на эти проблемы как раз и написаны многие мои труды, о которых я обязательно подробно вам расскажу на семинаре. Другая проблема историка профессиональная, это ускорение истории. Ну это вы ощущаете интуитивно, что время идет быстрее и быстрее, особенно в жизненном пространстве. В детстве час тянется вечность, дни, пока мама придет с работы, пока там папа приедет из командировки, а потом годы летят. А годы летят и летят. Так вот, история также летит. И ее восприятие непропорционально в обыденном сознании. Древнейшие времена исчисляются, обратите внимание, десятками тысяч лет. Десятками. Например, люди огонь освоили 500 тысяч лет назад. Прото-украинец появился 100 тысяч лет назад, пишет на Украине. Ну, имеется в виду пещерный человек, ну и так далее. Или, например, у нас археологические культуры 20-25 тысяч лет тому назад. Понимаете? А христианский период всего длится 2, 1, максимум 2 тысячи лет. Чувствуете разницу? Эпоха просвещения занимает вообще всего-навсего 2-3 века, максимум. Советский период менее 1 века. Постсоветский, вообще 2 десятилетия. Постсоветский, в котором мы живем. И внимание обывателя, человека, которому история не является предметом его интереса, его знания обратно пропорциональны истории. Вот я хотел, чтобы вы это запомнили. Восприятие истории обывателем обратно пропорциональны ее значению в истории. И он периодически вспоминает, ну он постоянно судачит о современных проблемах, он обсуждает Путина, кто что сказал, что газеты написали, вот бабушка надвое сказала. Потом он иногда вспоминает то, что он помнит о советских временах, изредка, очень редко берет на себя смелость оценивать царскую Россию, еще реже, гораздо реже, почти никогда княжеской, и уж совсем ничего не знает этот человек о тысячелетних корнях своего родового древа. Или читает фантастические книжки, где ему все расскажут, как было не так. Потому что это же область непознанного, там можно сочинить все, что хочешь. Мы, потомки Ориона, с планеты Орион, допустим, пришли, или там непосредственно от мамонтов, как угодно можно написать. Понимаете, бумага все стерпит. Об этом я, как профессиональный историк, очень серьезно переживаю. Спасибо.